Да, я думаю, нормально. Чувствовнешко, пацаны. Не бит, не крашен, блядь. Здесь допрос, пацаны. Ты уходишь, плавно. 250 разогнались. Ты от них плавно уходишь. Ну... Накажу, блядь. Ты прикинь вообще? Что делается, блядь, что несется. Ну, держите свои трусы, нахуй. Друзья, едем с Серегой, все вместе, дружной компанией, на заправку. Потом поедем, заедемся с Никитой еще раз. Вот это из прошлого ролика CLS 550, где вы все сказали, что он мертвый. На самом деле, Никита ехал на комфорте. Из-за этого машина не поехала. Он пока нажимал, пока она воткнула нужную передачу, я уже далеко улетел. Пацаны, что, контента дают? Единственный косяк, резина, уставшая. Ну, ты не бойся. Я подумал, не, я подумал, что ты скажешь. Единственный косяк, это Серега, блядь, 110 килограмм. Да, это тоже. Пиздец, мы с тобой сейчас вес делаем, короче, 200 килограммов. Если что, да, 200 килограммов. Мы что, дети, блядь. Со мной и приора попыталась заехаться, и еще что-то. Блядь, камера. Догнали. У тебя blow-off так срабатывает, или что? Нет. Это... Байпас. Байпас. Здесь blow-off, он стравливает давление в атмосферу. А это давление заходит обратно в мотор. То есть через воздушный короб, ну, нулевик, и заходит туда. А который вот это, вот так делает, это чуть-чуть выбрасывается в атмосферу. А так, в основном, все в короб, чтобы сохранять воздух внутри. Нагнетание, короче, у нас. Ну да, да. Великолепная новость для всех тех, кто неравнодушен к спорту, как и я. А таких у меня на канале немало. 28 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс вернутся на ринг, чтобы выяснить, кто из них круче. И, конечно же, 1Х единственный букмекер, который не смог пройти мимо этого боя. Хотя он имеет больше выставочный характер. И к этому бою 1Х приурочил акцию Битва Легенд, в которой надо будет сделать ставку на бой. В розыгрыше сотни тысяч призовых баллов, на которые можно будет делать ставки на 1Х. И чем выше размер вашей ставки, тем больше шансов стать победителем. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии на сайт конторы и регистрируйся по моему промокоду JOGGER. И при первом депозите ты получишь дополнительно до 100 долларов на свой счет. Лично я уже поставил на Тайсона 1000 рублей. Я в его победе уверен. Музыку бы тут дать. Музыку бы тут дать. Прыгай давай. Музыку бы тут дать. Наши движения продолжаются. Мы сейчас поедем на Динскую. И там мы по хорошей прямой трассе заедемся. Причем можем все вместе заехаться. Там безопасная максимальная дорога. Четыре полосы. Не понял, что надо ехать. Нет, она просто вибрация такая носка. Ну потому что холодная. Резина дубовая. А, нет. Она лысая просто. Короче, ладно. Ты вернешься сейчас, да? Все, давай. Давай. Сейчас вернется. Он заболел. Кто-то и несется. С мусорами заболел. Накажу. Ты прикинь вообще? Что делается? Что несется? Ну, держите свои трусы. Ну, держите свои трусы. Просто я хотел прыгнуть. Они дальним еще моргают. Уйди. Сидору и мне моргают. Салам алейкум. Сейчас будет гонка. Гонка. Джогер, как всегда, вся серьезная аппаратура. Продолжаем снимать влог. Сейчас мы приехали уже на трассу М4. На нашу знаменитую крутую трассу, которая ведет через Ростов в Москву. Трассе, по которой я поеду к вам, москвичам. Буду вас-то всех наказывать. Ну, а сейчас мы, в принципе, ждем некита на Банане и заедемся по прямой. В прошлый раз он ехал на обычном режиме. И пока он нажал газ, пока коробка все переключила, проходило несколько секунд, и я уже давно далеко улетал. Сейчас он будет... Сейчас он будет ехать на мануале. С нами поедет Андрюха на BMW. Вова на Мазде шестерке. Поедет, будет нас снимать. На Мазде тройке. На Мазде тройке. Но я не шарю. Она похожа на шестерку. С какого хуя? Хэтчбэк шестерка? А нету, да? По машине. Мне сегодня сделали немного другую прошивку. Вообще опасно на ней ездить. Мне Юра сказал, все, у тебя мотор ляжет. Чуть-чуть-чуть. Сегодня гоняли, пока еще ничего не легло. Ждем Никиту, и потом будет крутой заезд. Я думаю, несколько раз заедемся. Это та трасса, на которой я разогнал максималку. Гольфа. Здесь, наверное... А, нет. В описании будет ссылка на это видео, где я ехал 287 км в час с тремя пассажирами. Видите это лицо? Вот он женился и почувствовал себя смелым. А, ой. Шутки шутят тут. Когда гонять будешь? Никогда. Мазда МПС, надо. Когда гонять? Мазда МПС. А можно меня не снимать? Ты меня снимаешь? Ладно, Янчик застеснялся. Тут съемка. Тебя все помнят. Запрещена, нахуй. Камеру вырубай, блядь. Фейсер Серега. Серега какой-то огромный. Да, да, да. Подъехал. Тема с вами? Да. Наш брат Никита. Ему надо отдохнуть. Вы скинули вес с машины? Три раза в день, вот, это упражнение делать. Да, вообще, блядь. А что он говорит? БМВ у него хорошо там на хвосту сидит. Ты уходишь плавно. 250 разогнались. Ты от них плавно уходишь. Ну, я просто вообще, как-то мы так поехали, а начало не с той передачи. Все равно тут шелокер. Да не, братан, у них шансом нет. Ну, подожди, подожди. Екин держится там. Нет, нет, ты уходишь. Ухожу? Поворот. Классно. Не, они начнут, а я за ними поеду. Да, вы начнете, а мы попозже потянемся, чтобы посмотреть динамику. Давай по сигналу, мы вам фору дадим. Андрюха, фору дадим, а мы потом догоним вас. Давай по сигналу. Ты так нигде не догонишь, наверное. Ну, чуть дальше догоню. Я в видосе сразу сказал, ты уберешь огран, ты на максималку уйдешь. Объем дальше решает прям сильно. Ну, что делаем? Все обратно. В общем, друзья, в принципе, как я и говорил, если Никита уберет ограничитель, у него на 220 огран, на максималку он должен уйти, пока у меня не стейдж 2+. Потом, конечно, я на максималку должен съесть его, но с такими своими характеристиками он уйдет. Если вам понравились такие заезды, если вы хотите видеть больше таких крутых заездов на моем канале, обязательно пишите об этом в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Я вам скажу, ребята, скользко. Какая себе резина, мишка. Не, она держит, перестраиваться на сильном газу, если маленькая скорость не получится. Она просто скользит и едет прямо. Друзья, как вы заметили, я начал снимать видео снова с музыкой. Пока что у нас будет Suicide Boys. Дальше что-нибудь еще интересненького найду, что мне заходит под шашки и буду снимать под эту музыку шашки. Больше я не буду делать ролики под монетизацию. Объясню это тем, что все мои ролики, которые я делаю без музыки, они все равно выходят с желтым значком монетизации. YouTube их вообще не продвигает. С музыкой, по идее, насколько я заметил, ролики идут лучше, но которые без монетизации, чем ролики, которые как бы под монетизацию, но как бы там желтый значок, который меняется на зеленый. Даже при повторном запросе, только если я опубликую это видео, там пройдет 4-5 дней, как раз самых важных для видоса, когда нужно пульнуть видео, чтобы оно дальше аранжировалось в фиде, ну на главной странице YouTube, там в похожих и тому подобное. Спустя 5 дней они делают зеленый значок, все, и видео не продвигается. Я выключу трекшн на свой страх и риск, просто мне интересно, как машина держит в такую погоду. Никак она не держит. 70 км в час максимум, который получилось тут удерживать в повороте. Если ехать с трекшном, то это будет около 80. Потому что будет подтормаживать задние колеса. Да, резина не подходящая, конечно, под такой климат. Желательно вообще, если ездить на мишке в 5 градусов, то чтобы она была с износом там 10%, не больше. По сухому асфальту, вплоть до минус 10, я считаю, что эта резина, если она в хорошем, в идеальном практически состоянии, она будет работать гораздо лучше, чем зимняя резина, либо всесезонка. У вас также останется острота управления, торможение, тормозной путь и ускорение. Вообще, другая машина. Наз Халков, извиняюсь. Да, даже больше не поставил. Больше, чем, да, Петехатку? Вы сработаем. Да нет, ну, да хуя. Если ее еще и повело, то вообще не ставим. А что ее повело, блядь? Да он же ровно целые, пацаны. Вы шел, как? Да, он же ровно, он не пиезал. Это все внешка, пацаны. Это зашло, ты че? Это другое. Глянь, она зашла как, нахуй. Ты че? То, что, блядь, полный пиздец. Наставь его номер, он тебе скажет. Можно, блядь, разжигать. На внешне смотрите, он быстро. Смотри, тебя забрать надо, да? Садик, блядь. Они думают ее отремонтировать. Тут полный тотал вообще в машине. Просто тотал. Не больше, не больше. Да, я думаю, нормально. Чувствую внешку, пацаны. Не бит, не крашен, блядь. Слышь, да просто царапнули ее. Вот, смотри, слышь, защиту чуть поцарапали. Слышь, да внешка, по-моему, нет? Чисто пару вот эту поменять надо, и все, она полопнула немного. Биздец, и какая внешка? На самом деле, тут еще, блядь, молодец. Грузия, немного комментариев внесу, походу. Типы, с пи***ли машину с сервиса, либо с дитейлинга. Обшарашенные, либо пьяные, либо под наркотой в***лись. На полном приводе 530 дизель крутил, и, видимо, она словила зацеп, и хорошенько так зашел под прицеп. Машину вытаскивали с помощью троса, и еще своим ходом газовал на ней. Поотрывал он нахрен все. Серега там пытается убедить, что да ничего, там 1500 отремонтировать. Ну, крышу повело, стойки повело, машина будет боком ехать, когда руль будет прямо, это 100%. Проводим расследование, едем дальше за этой битой BMW. Друзья, если это ваша машина, обязательно напишите мне на почту, либо в комментариях. Я вам расскажу, куда ее повезли, кто там был. Друзья, летим на Мерси. Именно летим. 160. В салоне сидишь, все очень мягко. Он прям такой комфортный диван. Скорость не ощущается. Скорость чувствуешь только тогда, когда уже начинаешь смотреть на дорогу. Потому что все так быстро пролетает. В гольфе на той же скорости, конечно, кажется, то, что я сейчас взлечу, из-за того, что очень зажатая жесткая подвеска, и все передается. А тут ты едешь, и ты можешь прям кайфовать на трассе. Никита едет 200 и говорит, вообще не ощущаешь. Смотрите, просто на параприз. В идеальном состоянии. Либо скинули пробег и перешили абсолютно весь салон, сзади то же самое. Это вряд ли, конечно. Да, потому что это будет стоить, ну, не знаю, нет смысла, мне кажется, все это делать. Но просто в идеальном состоянии. И еще такой момент. Эта тачка прет. Живая тачка, живая. 140, 160. 180. Да. Это даже страшно, если честно. Да не бойся, нормально. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот оно, вот оно. Много воды утекло. Друзья, уже подходит влог к концу. Я сегодня поехал до резины. Прозвонил все магазины. Короче, моей пилот-спорт нет. И завоз будет только ближе к зиме. Но это логично, потому что летнюю спортивную резину никто не покупает зимой. Обычно все зимку берут. До сих пор на лысых покрышках особо исполнять не получается. Так аккуратничаю. Обязательно сейчас дослушайте, что я скажу. Друзья, у меня теперь все видосы будут без монетизации. Будет музыка. Я так решил. Больше не будет скучных видосов без музыки. Буду подбирать для вас разные интересные треки. И, конечно же, будете, если ставить лайки, писать комментарии, я буду обязательно в закрепленном комментарии оставлять название всех треков для вас. Для всех неравнодушных, кому несложно, кто уважает мой контент, я никого не заставляю, не принуждаю, не прошу. Просто говорю о том, что я ставлю свои реквизиты. Кому несложно, там 10-20 рублей, уже тысяча человек скинет, уже с миру по нитке можно ездить и тратить деньги на машину. Доставлю все реквизиты. Это не обязательно. Это именно для тех, кому нравится мой контент, кто просто-напросто хочет меня поддержать небольшой монетой. Также я теперь буду снимать стримы. Ну, соответственно, поскольку монетизации с YouTube у меня не будет, я буду всякими разными способами пытаться какую-то с этого монету получать. Буду снимать стримы. Можете задавать вопросы. Вот я оставлю реквизиты. И можете с денежкой писать ваш вопрос. Я обязательно на него отвечу на следующем своем стриме. Также и на стриме можно задавать вопросы через Donation Ellers. Я тоже на все буду отвечать, общаться с вами. Ну, и как бы себя немного поддерживать. У меня сейчас такая ситуация, то, что скоро родится сын. Деньги, основная часть уходит на семейный бюджет, в семью. Я не могу себе прям жестко позволять тратиться на свою машину. Вот, я думаю, все это все прекрасно понимают. Поэтому всем спасибо за понимание. Благодарю за внимание. Благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Благодарю вас за то, что вы поставили лайк и написали комментарий. Обязательно напишите комментарий, что вам понравилось в этом видео. И что вы хотите видеть в моих следующих видосах. Что нужно поправить, что исправить, а что таки оставить. С вами был Джоггер, опять же повторюсь, не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал и писать комментарии, я стараюсь для вас, ребята.